Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги. В студии Тимофей Львутин. Один украинский военнослужащий получил ранения за минувшие сутки на Донбассе. Российско-оккупационные подразделения шесть раз нарушили режим тишины. Дважды использовались запрещенные минскими соглашениями оружие. По словам представителя пресс-центра штаба операции объединенных сил Николая Блонера, из минометов, боевой машины пехоты, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции на подступах к пескам. Под минометным огнем также оказались подразделения вблизи Кряковки. По Крымскому, Хутору Вильный и Станицы Луганской открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В следствии преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Украинские подразделения подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства. По данным разведки, 31 января одного оккупанта уничтожено, двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал. Зайцево под обстрелами. Вот уже несколько суток противник прицельно бьет по позициям украинской армии под оккупированной Горловкой. Репортаж вместо событий корреспондента ЮЭТВ Игоря Меделяна. На позиции в прифронтовом Зайцево попадаем спустя сутки после сильного боя. До этого практически месяц здесь была относительная тишина. Сильно били? Вот много просыпали? Да. Где-то в течение полтора часа. Диме 20 лет, родом из антрацита, оккупированном в 2014. Жил там с родителями до 10 класса. Заканчивал школу уже на мирной территории. Едва дождался совершеннолетия, чтобы подписать контракт с вооруженными силами Украины. Теперь бывшие друзья, поддержавшие оккупантов, шлют ему сообщения. Если угрозы, типа, спалим твой дом, отомстим, типа, за то, что ты перешел против своих сограждан воюешь, как мне написал одноклассник. Ты считаешь их своими? Нет. Мои, вот, все тут. Со мной в одном окопе сидят. Во время разговора слышны звуки выстрелов. Если одиночными? Если одиночными, скорее всего, провоцируют, чтобы мы ответили огнем. Но на такие действия пока не ведемся. Если начнется что-то серьезней, тогда посмотрим. Прицельный огонь начинается через несколько минут. В ход идут пулеметы. Покемон давай. Ух ты! Ответный огонь открывают быстро. Бой продолжается уже в полной темноте. Противник не успокаивается. ГПшечка тоже в нашу сторону. ГП – гранатомет подствольный. В районе Зайцево, где дистанции между позициями небольшие, достаточно эффективен. Но противник задействует оружие более тяжелого калибра. Противник стреляет из противотанкового гранатомета. Под его шум выпускает еще несколько подствольных гранат меньшего калибра. Выстрел из гранатомета идет. Бабах! Ожидаешь только одну гранату, а тут следом за противотанковой гранатой еще и пара осколочных. Бойцы украинской армии ведут ответный огонь. Бойцы говорят, возможно у врага сменилось подразделение. И новоприбывшие пытаются в бою узнать, какими возможностями обладают украинские бойцы. Новые санкции против России за захват украинских моряков вблизи Керченского пролива обсудят Соединенные Штаты и Евросоюз в феврале. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного пресс-брифинга. По его словам, ограничения примут, если Россия не отпустит военнопленных украинских моряков. При этом Курт Волкер отметил, Москва не останется безнаказанной за агрессию в Черном море. Россия не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона. Наша цель – это не санкции ради санкций. Цель – восстановить свободный проход через Керченский пролив во все порты. 25 ноября российские силовики атаковали и захватили в нейтральных водах возле Керченского пролива буксир и два бронекатера. Суда шли из Одессы в Мариуполь. Были захвачены 24 украинских моряка. Трое из них – Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока – были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы. Все моряки считают себя военнопленными. Их удерживают в московском СИЗО Лефортово. Российский суд продлил арест до 24 апреля. Выплатить 10 миллионов евро гражданам Грузии обязал Россию Европейский суд по правам человека. Это компенсация за депортацию грузин из страны в 2006 году, говорится в пресс-релизе организации. Суд признал, Москва нарушила три статьи Европейской конвенции – коллективная депортация, незаконное лишение свободы и бесчеловечные условия содержания под стражей. Компенсацию получит около полутора тысяч граждан. Сумма от 2 до 15 тысяч евро на человека в зависимости от вида нарушения прав. В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже арестовали четверых российских разведчиков. В ответ Россия под предлогом нарушения визового режима депортировала почти пять тысяч грузинских граждан. Запрет на вещание. Из-за антиукраинской пропаганды на территории Латвии на три месяца отключили телеканал РТР Россия. Как сообщает латвийский надсовет по электронным медиа, Владимир Соловьев в выпуске своей программы от 2 мая прошлого года враждебно высказывался против жителей Украины. А в эфире программы 60 минут годичной давности российский политик Владимир Жириновский призывал к военным действиям на территории Украины. В надсовете Латвии отметили, ненависть и подстрекательство к войне со стороны Кремля недопустимы. До 110 возросло количество погибших в результате разрушения дамбы в Бразилии. 238 человек считаются пропавшими без вести. Инцидент произошел 25 января. Спасатели, родственники и местные жители продолжают поиски. ООН потребовало у правительства расследовать катастрофу, которая разрушила десятки домов и загрязнила священную для коренных индейцев Патаксо реку. Для них вода была не только символом единства племени, но и источником еды. Подробности смотрите в сюжете. Это индейцы Патаксо – коренные жители Бразилии. За тысячи лет существования своего племени они сумели остаться вдали от мегаполисов, сохранить древние традиции, культуру и особое трепетное отношение к реке Парао-Пеба, протекающей через их резервацию. У нас особое отношение к реке, потому что наше племя родилось из капли воды, упавшей на землю. Наша связь с рекой священна. Это не только источник пищи, это символ единства племени. Сейчас река Парао-Пеба мало похожа на священный источник. После прорыва плотины в нее попали тонны токсичных отходов с расположенной неподалеку шахты. Вода стала ржавого цвета. На поверхности плавает мусор, волны выбрасывают на берег мертвую рыбу. В пятницу я была здесь. Стирала белье, купалась в реке вместе со своими детьми. Сегодня я даже не могу дотронуться до воды из-за человеческой жадности, которая убивает природу. Поэтому наши сердца так печальны. Мы понимаем, что ничего не можем сделать. Мы утратили баланс в нашем заповеднике. Река была для нас всем. Мы купались в ней, стирали нашу одежду, мыли посуду. Поэтому мы очень расстроены этой трагедией тем, что белый человек сделал с нашей природой. Дамбу в муниципалитете Брумадинью прорвало 25 января. Плотина ограждала резервуар с отходами от горной добычи на шахте крупной бразильской компании «Вали». Потоки воды и мусора накрыли жилые районы. Полиция задержала троих сотрудников компании, которая принадлежала Дамба, и двух немецких подрядчиков. Именно они проверяли плотину на прочность и уверяли, опасности разрушения нет. Причины прорыва до сих пор неизвестны. В компании «Вали» заявили, что выведут из эксплуатации дамбы подобное разрушенной и приостановят работу на шахтах, где добыча руды может быть небезопасной. Инна Косинская, Варвара Миронкова, UATV. Интерактивный Шевченко. Книгу стихов классика презентовали в Киеве. Каждому дню года приурочен стих Тараса Шевченко. А с помощью QR-кодов через смартфон читатель сможет увидеть видеоверсию некоторых стихотворений. Читает поэзию Янина Соколова, телеведущая и соавтор проекта. В планах до конца года выпустить подобное интерактивное издание со стихами Ивана Франко. Я считаю, что это достаточно интересная идея. Внедрять такое в школах во время изучения творчества Шевченко. Во-первых, детям интереснее будет. Они могут не только читать, но и видео посмотреть. Возможно, авторам проекта стоит заинтересоваться не только украинкой и франком. Можно было бы добавить и других писателей, которых изучают в школьной программе. Наша книга – это олицетворение того, каким должен быть современный украинец. Да, он ценит свои традиции. Для него Шевченко – это ценно. Для него Шевченко в генах. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok